Так, включаем запись. Коллеги, что рад приветствовать? Да, пятница, вечер пятницы. После, не знаю, кого рабочей недели, того какой, давайте немножко поговорим. Куда наше с вами направление, область знаний, такая как управление проектами, программами. Может развиваться, получать новые какие-то направления развития. Вот если видели, ну, собственно, раз вы присутствуете на этом нашем вебинаре, наверное, заметили, да, управление программами проектов и продуктов. Да, ну, управление программами проектов, область, в общем, на самом деле, действительно такая достаточно давно существующая, развитая. Вот мы поговорим, сейчас, если кто-то не сталкивался еще раз, что такое программы проектов, кто сталкивался, вспомним. Продуктовое управление сейчас, эта область очень популярная, развивающаяся. И из своего опыта, из общения с коллегами, причем с довольно многими коллегами, то есть это уже, наверное, нельзя считать просто какой-то случайностью, да. Приходишь все больше к выводу, что те инструменты, техники, опыт, которые наработаны в программах проектов, они очень легко, ну, как, относительно легко, конечно, но вполне логично могут встраиваться, использоваться для координации продуктовой. Ну, вот, собственно, о чем хотелось бы поговорить. Вот, ну, специалисты мы, в общем-то, занимаемся и проектами, в общем-то, я вот так, кто чуть пораньше подключился, я смотрю. И есть знакомые имена, вот, очень приятно, вот, есть кто-то, с кем, наверное, еще не встречались, вот, кто-то больше специализируется и, как бы, вырос из проектного управления, программы, может быть, портфели, кто-то карьерно развивается профессионально, вот, по линейке продуктовой, скрам, agile, devops, как-то все можно соединить, да. Ну, почему я об этом говорю, да, так, как раз для тех, с кем мы еще не знакомы, не встречались, вкратце представлюсь, меня зовут Данил. Ну, я, в общем-то, так, свой профессиональный путь начинал из IT, достаточно долго был именно исключительно в IT, но в какой-то момент, как вот IT, что такое IT? Это информационные потоки, информационные потоки соответствуют структуре предприятия, закон конвоя никто не отменял, правда. Стал заниматься организационными структурными изменениями, это проекты, это программы, это портфели, и в специалисте, и как консультант, добрый-добрый, кто присоединяется, приветствуем, как партнер в компании, вот, и, в общем, тоже в какой-то момент стал заниматься и продуктовой направлением, ну, может быть, не непосредственно продуктами, а скорее уже вот как раз на таком уровне координирующим. И вот, собственно, об этом, наверное, хотел бы сегодня рассказать, контакты все видите тоже, рад пообщаться, вот, какими-то новостями тоже стараемся делиться всегда. Как построим наш вот этот с вами вебинар? Он у нас состоит, ну, я его так вот построил, из таких трех небольших частей все-таки, количество участников достаточно большое, вот, смотрю, еще прибывают, а зарегистрировалось еще больше. Формат такого больше, да, вещания, трансляции, чтобы удобнее было воспринимать, пообщаться, вот, я разбил на три части. Первая часть, собственно, что такое программы проектов, ну, немножечко вспомнивали, кто-то, может быть, узнает, это все-таки не самый распространенный управленческий инструмент. Потом поговорим о том, как именно продукты могут управляться, координироваться, несколько продуктов с использованием инструментов программ. И затем поговорим, я на примере компании, с которой я партнерствую уже очень давно, мы целую линейку продуктов вывели на рынок, вот, как это все там работало, да. То есть, не просто теоретически, и, соответственно, после каждого из таких небольших блоков я с удовольствием отвечу на вопросы, вот, ну, поскольку количество участников достаточно большое, я надеюсь, никто не обиделся, что я сейчас всех, как говорится, замьютил, заставил замолчать, да, потому что, ну, кто-то из дома, кто-то с работы, бог его знает. Кто-то может, не знаю, из машины в дороге, с работы на дачу, вот, у всех разная шумовая обстановка, вот, чтобы мы друг другу не мешали, я поэтому пока всем микрофончики выключил, пожалуйста, чат. Ну, и, в общем, вот в эти наши сессии вопросов-ответов я, какие-то, если будут типовые вопросы, может быть, что-то интересное, кто-то захочет своим опытом поделиться, с удовольствием тогда могу дать слово. Ну, вот, наверное, так мы и построим, и, собственно, вот, давайте посмотрим, давайте посмотрим, начнем первую часть, что же такое программа проектов, что же такое программа проектов, что это за такой управленческий уровень. Ну, вот, я, собственно, на первом слайде здесь дал такое формальное определение, оно, с одной стороны, конечно, совершенно правильное, с другой, ну, как любые формальные дефиниции, они требуют, наверное, немножко пояснения. Зачем нам вообще управлять проектами скоординированными, несколькими? Да, на самом деле, разные могут быть ситуации, разные могут быть ситуации. Например, компания запускает какую-то крупную инициативу, допустим, эта компания производственная, нужно по компании выйти с новым продуктом или новой продуктовой линейкой на рынок. В данном случае я термин продукт использую в совершенно таком утилитарном смысле, не знаю, новое изделие, да, что для этого нужно сделать? Нужно провести опытно-конструкторские работы, нужно провести маркетинговые исследования, нужно закупить, смонтировать, наладить производственную линию, нужно обучить персонал, нужно выстроить новые логистические цепочки и с поставщиками, комплектующих и со сбытом. Это все для того, чтобы запустить новый продукт, новое изделие на рынок. Можно ли это сделать в рамках одного проекта? В принципе, да. И некоторые компании, у которых проектное управление очень глубоко и, скажем так, в зрелом состоянии находятся, ну да, так и делают. Но с другой стороны, я перечислил, в самой разной области производство, опыта-конструкторская, маркетинговая, логистическая деятельность. Все это увязать внутри одного проекта очень часто может быть сложно. И вполне логично запустить, что один проект, несколько проектов. Сначала проект опытно-конструкторский. Если все хорошо, можно запускать маркетинговые, но маркетинг же нужно что-то маркетировать, значит, нужно запустить проект по созданию новой производственной линии. Чтобы эта производственная линия могла работать, надо запускать проекты по логистическим цепочкам, по поставкам, чтобы потом было куда реализовать эту продукцию, значит, по сбыту. То есть, проектов будет несколько, но довольно очевидно, что их между собой надо координировать. И вот тогда нам как раз поможет программа проектов, которая скоординирует несколько проектов между собой. С точки зрения сроков, с точки зрения результатов, или как в программах говорят, выгод достигаемых. Например, выгоды от маркетинга должны коррелировать, биться с выгодами от производства. Ну, банально говоря, не прорекламировать, не продать то, что на самом деле не будут выпускать. Проекты по логистике, по поставкам комплектующих, естественно, должны и по времени, и по составу этих комплектующих, и по порядку взаимодействия с поставщиками, естественно, быть увязаны с проектом по производству. Но в то же время каждый проект как бы в своей области. И вот в таком случае управленческая надстройка, которая называется программа проектов, она становится вполне обоснованной. Да, это действительно такой дополнительный управленческий уровень. Можно сказать, это бюрократический дополнительный уровень. И, конечно, когда мы его запускаем, нужно об этом очень хорошо подумать. Ну, вот буквально где-то там меньше, чем через две недели. Не на следующей неделе, а через неделю у нас как раз вот будет именно специализированный курс по управлению программами проекта. Мы как раз там будем говорить, в каких случаях вот вообще программы запускать целесообразно. Потому что, ну, как всегда, взвешивать выгоды и затраты. Что значит создать новый управленческий элемент? И люди, это информационные системы, оргструктура, рабочие процессы отлать. Это очень, на самом деле, затраты. И если эти выгоды перевешивают эти затраты, тогда программу, как управленческий компонент, создавать целесообразно. Координировать разные проекты. Сама программа, да, может входить в более высокую управленческую структуру, такую как портфель. Но здесь мы, наверное, уже не будем сейчас углубляться в эти нюансы. В портфеле это немножко свое. А вот из чего состоит сама программа? Из чего состоит сама программа? Как она взаимодействует с проектами, управляет проектами, их координирует? Программа нацелена на достижение вот таких крупных целей компании. Запуск новой продукции, выход на новые рынки. Программа может быть нацелена, например, на, вот как это было специалистично, я тоже на курсе буду более подробно рассказывать, такие формы обучения. Например, вебинары, открытое микрообучение запустить. Почему разные подразделения вовлечены, их нужно между собой скоординировать. И вот программа отвечает как раз за высокоуровневые цели, выгоды. Тогда проекты, вот эти отдельные, они инициируются с уровня программы. Более того, руководство программой отвечает за приоритизацию проекта. Руководство программой отвечает за выделение ресурсов в эти проекты. И в то же время за приемку результатов для этой координации. Ну, банально, вот если мы запускаем новую продукцию, допустим, это новая продукция, это как вот как раз специалисты, новая форма обучения. Нужно что, чтобы отмониторить, что технические средства готовы, преподаватели готовы своевременно. И вот здесь как раз четко будет прослеживаться, непосредственно работы выполняются внутри проекта, а программа выполняет только координирующие функции. Посмотрите, вот по этой линии можно прямо провести такое разделение. Инициация, участие в планировании для координации, а вот собственно исполнение это функции самого каждого отдельного проекта. Ему это еще приводит к довольно таким любопытным явлениям. Вот если про проекты мы все знаем, что у проекта должен быть точный срок окончания, хотя сейчас с расширением области применения гибких адаптивных подходов даже для проектов это не столь уже становится жестким. А у программы тем более, программа завершается, когда достигнуты бенефис, выгоды. То есть, запущена новая продукция, она выведена на рынок и эта продукция показывает то, что называется правильные тренды. Идет наращивание выпуска, идет наращивание сбыта, явно виден тренд, что компания занимает планируемую долю рынка. То есть, действие программы, оно больше, чем действие отдельно взятых проектов. Проект мы как сдали в эксплуатацию, а дальше это эксплуатация. А задача программы посмотреть, проконтролировать, а то, что вышло в эксплуатацию, производственная линия, техническая линия, она действительно работает так, как нужно, она приносит свои выгоды. Если да, отлично, мы координируем с другими проектами. А может быть, мы хотим что-то усилить, например, запускаем проект, который увеличивает производственные мощности, потому что пошел хороший тренд спроса. А если что-то пошло, наоборот, не столь хорошо, мы можем из программы запустить, опять же, новый проект, который на основе вот этого полученного результата, так бы внесет коррективы необходимые, отразит обратную связь, отреагирует на полученную обратную связь. Поэтому, с точки зрения длительности, да, у программ обычно обозначают какую-то длительность, которая, ну, скажем так, желательна. Но она, сроки реализации программы, с точки зрения точности планирования, гораздо обычно бывают более размыты, чем у проекта. Если у проекта, тем более такого классического, обычно есть точная дата окончания, у программы, это и по стандартам, это и то, с чем мне приходилось работать, ну, самое точное, это квартал. Ну, например, третий квартал 2020 года, то есть от 1 июля до 30 сентября. А иногда даже не квартал, а полугодие, второе полугодие. Почему? Потому что, а если, ну, во-первых, мы не можем так детально планировать, во-вторых, программу, в отличие от проекта, совершенно нормально, если мы продлим. Если мы продлеваем проекты, значит, в принципе, что-то идет не так, правда ли? А если мы продлеваем программу, это нормально, мы открыли новые возможности. Например, нам нужен еще один проект, который позволит вывести продукцию на еще один рынок. Нам нужен проект, который позволит нарастить мощности выпуска. Нам не нужно для этого создавать новые управленческие структуры. У нас уже есть программа, и мы ее продлеваем, и это как раз позитивное развитие программы, в отличие от проекта, да, который, если мы продлеваем, значит, что-то пошло не так, мы нарушили сроки, неправильно спланировали и так далее. Кроме того, у программы могут быть так называемые непроектные компоненты. Если есть несколько проектов, то что это может быть? Вюридическая поддержка, экономическая поддержка, поддержка со стороны тех же технических специалистов, информационных систем, которые как раз обеспечивают цельность, единость работы программы. Вот в такой ситуации программа, как управленческий инструмент, как раз становится вполне востребованной, ее ценность понятна. Ну и закрывается программа, когда достигнуты ее цели. Достигнуты выгоды и, в общем, естественно, продлевать содержание вот таких вот управленческих структур уже становится нецелесообразным. Ну вот, кем-то вспомнили, кто-то, может быть, впервые сталкивается с программами. Пожалуйста, если вот по этой первой части есть какие-то вопросы, если какие-то, может быть, хотите комментарии сделать, поделиться опытом, пожалуйста. Как раз давайте вот сейчас у нас небольшая, если есть необходимость, сессия вопросов-ответов. И затем как раз давайте перейдем, скажем, уже ведь на самом деле из того, что я сказал, те из вас, кто работают с продуктами, уже, наверное, да, ухо услышало что-то такое знакомое. Правда? Что-то, что-то такое знакомое есть. Смотрите, мы говорим, мы можем запустить новый проект на основе обратной связи. От рынка есть спрос на продукцию, нет спроса на продукцию, есть пожелания по каким-то, например, новым свойствам этой продукции. Можем запустить. Мы говорим о том, что программа продлевается, если нужно, вот опять-таки, запускать новые проекты. Мы говорим о том, что программа контролирует результаты проекта. А ведь это вещи, которые очень на самом деле близки, тесно взаимосвязаны как раз с продуктовым развитием. Пио, продукт-оунер, так вот тоже, если вспомнить, а в чем его, в чем его задача, он должен постоянно анализировать требования, спрос и постоянно способствовать развитию продукта. Ведь, по сути, если так думаться, даже если взять один отдельно взятый продукт, то один отдельно взятый продукт, ну, это, наверное, нельзя назвать в чистом виде программы, но определенные элементы программы в продуктовом управлении присутствуют. Есть общее видение, да, вот то самое vision, но для того, чтобы достичь цели продукта, мы его реализуем не сразу, не одним проектом, а какими-то итерациями. На каждой итерации получая обратную связь, дорабатывая, да, ну, не буду углубляться, это общие принципы продуктового управления, с которыми вы, наверное, знакомы, да. Но, что здесь коррелирует определенным образом с управлением программы? Мониторинг того, как продукт ведет себя в реальной среде. Если продукт дает хорошую отдачу, он развивается, он разрастается, то с чем мы сталкиваемся? Ведь продуктовая разработка, ну, поскольку она идет из IT, здесь я уже, может быть, немножко больше буду говорить про IT-продукты, цифровые продукты, маркетинговые, то есть, как раз те области, где именно продуктовая разработка сейчас наиболее активно развивается. Что происходит с продуктом? Он растет, он становится большим, крупным. А ведь особенность продуктового управления состоит в том, что над продуктом, как правило, работают небольшие команды. Ну, да, вот классика, да, тоже наверняка помните, слышали, как минимум, 7 плюс-минус 2 человека. Ну, максимум продуктовая команда – это, ну, 12, наверное, человек. Почему? Да как раз потому, чтобы можно было достаточно быстро реагировать на вот такую обратную связь, на требования заказчика, на требования рынка. Команда должна быть небольшая, гибкая, да, адаптивная. Все эти термины, почему они вот последние, там, не знаю, лет 10, наверное, может, так вот популярные, нарастают и все. Потому что возможность быстрой реакции. Ну, а, простите, банальная вещь, чем более громоздкая структура, тем реагирование, естественно, будет более длительное. Поэтому, да, получается такое противоречие. Продукт, он вроде бы растет, и в какой-то момент возникает необходимость его начать дробить или декомпозировать. И, в общем-то, в продуктовом управлении есть такой термин, как мультипродукт, то есть продукт, состоящий из нескольких маленьких продуктов. Кстати, это на самом деле прекрасный путь менеджера продукта, да, ты менеджеришь продукт, а потом он начинает декомпозироваться, и ты уже становишься, как это говорится, chief product owner. У тебя есть команды, которые пилят какие-то отдельные небольшие микропродукты, да, микросервисы, тоже очень распространенный сейчас термин. Есть команды, которые становятся, называются инфраструктурными, то есть которые обеспечивают общую, единую инфраструктуру для всех этих продуктов. Смотрите, что получается, это же в чистом виде задачи управления программой. Вот такой вот интересный слайд, он, конечно, немножко, как это сказать, иллюстративный, не столько реальный, сколько иллюстративный, но именно хорош как раз своей иллюстративностью. Что такое микросервис? Микросервисы, микропродукты, это вот действительно небольшие продукты, которые несут свою законченную ценность. Ну, например, это работа с таблицами или вот, скажем, мы с вами сейчас взаимодействуем через программу GoToMeeting, у нее какой микропродукт? Вот десктопное решение, через которое я с вами взаимодействую. Часть из вас подключились через десктопное решение, вы пользуетесь этим микропродуктом. Часть из вас подключились через веб-решение. Да, вот если вы посмотрите в список присутствующих, рядом с некоторыми именами стоит пометочка веб. Но веб-решение это что? Это свой микропродукт. Но для того, чтобы мы с вами могли коммуницировать, мало иметь только микропродукт, который я установил у себя, десктоп, или в который вы вошли в онлайн. Нужно что? Нужен какой-то инфраструктурный продукт, который нас будет объединять. А дальше вы получите доступ к записи. Значит, где-то эта запись должна сохраняться и конвертироваться. Это свой микропродукт. Правильно? Но эти микропродукты, так же, как и показано на слайде, они, как правило, либо совсем не имеют смысла без взаимодействия с другими, либо, что тоже часто встречается, ценность отдельных микропродуктов, она минимальная. А ценность получается, когда они объединены вот в тот самый мультипродукт. Например, в Word. В Word мы можем работать с таблицами, с стилями, там сервис печати, там бог знает что еще. Вот здесь сейчас в коммуникации мы можем с вами что делать? Мы можем коммуницировать, используя кто-то десктопное приложение, кто-то вебовское, кто-то мобильное. Есть вот тот самый инфраструктурный продукт, который объединяет, есть микропродукт, который проводит видеозапись, который обеспечивает видеозапись и так далее. Значит, эти все микропродукты между собой нужно координировать. То есть на уровне мультипродуктового управления как раз возникает та же самая задача, как и на уровне программ. Обеспечить координацию и функции менеджера продукта уровня CPO, Chief Product Owner, они ведь как раз в этом и состоят. Это и в рамках международных фреймворков, это и в российском профстандарте менеджера продукта. То есть, что обеспечивать координацию между этими продуктами, обеспечивать приоритизацию развития и разработки этих продуктов, при необходимости вводить новые продукты, контролировать их декомпозицию. То есть, смотрите, задачи, а значит и инструменты управления программами проектов, они действительно практически, ну вот что называется, один в один применимы к координации мультипродуктов. Более того, если мы посмотрим на, в качестве примера, на два фреймворка, которые выросли из скрама, это как раз фреймворки масштабирования. Смотрите, Nexus. У Nexus, в Nexus фреймворке предусмотрен общепродуктовый, то есть вот этого макропродукта, бэклог, который каждая команда, да, вот они, скрам, teams, разбирает на свои бэклоги, каждая в свой спринт. И затем возникает задача интеграции работы, вот как она здесь условно показана, этих различных команд. Что значит интеграция? Интеграция техническая. Как я привел пример с нашей сейчас коммуникационной программой. Должны все эти микропродукты быть между собой связаны? Ну, слушайте, простите, да, очевидно. Вопрос, как вы понимаете, абсолютно риторический. Ну, разумеется, иначе ничего работать не будет, или ценность будет минимальная. Нужно ли минимизировать дублирование работ, чтобы не получилось, что в рамках каждого микропродукта делаются какие-то единообразные вещи? Конечно, нет, потому что это экономически неэффективно. Каждый что-то напилил свое. Значит, нужно что делать? Выделять какие-то, например, вот инфраструктурные команды, которые будут обслуживать всех остальных. Поставлять какие-то базовые решения. Нужно принимать решение о чем? О развитии продукта. В данном случае термин используем ретроспективы, извлекаем опыт, получаем обратную связь, развиваем продукт. Имеет ли такая структура какие-то жесткие сроки окончания? Нет. Эти продукты будут развиваться столько, пока есть спрос на рынке. И пока вот этой команде управления, можно сказать, программой, можно сказать, chief product owner, удается находить новые ниши клиентские, удается находить и запускать новые, только теперь уже не проекты, а продукты, то ли совсем новые, то ли вычленяя их как декомпозицию из разрастающихся продуктов. В принципе, то же самое. Немножко в другой конфигурации. Можно сказать, его более сложно в фреймворке, таком, как safe, scaling agile framework. Он более сложный, я не буду на нем сейчас подробно останавливаться, но если вы обратите внимание, здесь также, видите, на верхнем уровне, стратегические задачи, и это уровень управления программой, вычленение общих инфраструктурных продуктов. Ну и затем, собственно, доформирование дорожных карт для каждой из команд и их координации. То есть принцип тот же самый сохраняется. Таким образом, смотрите, вот такое противоречие, которое, ну, к счастью, оно вообще уже уходит, но так еще доносятся некоторые отголоски, да, вот этих противоречий, там, проектное управление, портфели, скрам. Смотрите, на этом уровне, когда требуется координация программы, ну, кстати, про портфели, там тоже много общего, как раз вот эти инструменты программ, они объединяют внутри программы, что там реализуется через проект, через конечный результат за определенное время, что-то через продукт. Реализация вот этих микросервисных концепций требует корреляции, выравнивания, координации. Прекрасно. Значит, не нужно изобретать велосипед, можно и нужно пользоваться теми же инструментами. Общие матрицы рисков, инструменты приоритизации для проектов, инструменты приоритизации для продуктов, правила перераспределения ресурсов в соответствии с приоритетами, контроль по выгодам достигаемым. А раз мы пользуемся известными инструментами, нам проще найти людей, мы меньше ошибаемся, то есть мы работаем в более хорошо известной среде. То есть вот такая получается очень замечательная связка. Коллеги, пожалуйста, кто сталкивался, ваши соображения, коллеги, с кем мы уже общались, пожалуйста, я знаю, даже вижу по именам, что есть те, с кем мы эти темы уже обсуждали. Вот, пожалуйста, ваши соображения, примеры, вопросы. Ну, а я пока как раз перейду и, как и говорил, в третьей части. Покажу пример уже не специалиста, это пример компании, где я партнерствую. С кем мы общались, вы, наверное, с этими моими кейсами знакомы, ну, как бы, да, где работаю, то и представляю. Я не придумываю каждый раз. Но это действительно то, над чем мы работаем очень давно, где-то примерно с 2013-14 года изначально. Это линейка продуктов, именно продуктов, хотя начинали мы именно как проектное управление, которое направлено на то, чтобы создавать приложения, которые помогают людям с частичными нарушениями слуха, лучше интегрироваться и в окружающий мир, и в цифровую среду, либо же людям, которые, ну, по роду своей работы вынуждены, там, долгое время проводить в какой-то шумовой среде. Ну, вот, например, колл-центр, да, или какие-то другие шумовые среды. А как мы вышли на инструмент? У нас, я скажу, у нас нету такого понятия именно как программа внутри, да, сказать, что мы прям запускаем какие-то программы. Нет, это было бы неправдой. И, на самом деле, и ничего страшного, неважно, как назовешь. Я вот как раз здесь хочу подчеркнуть, что важно то, что мы фактически используем вот эти инструменты. И они действительно дают очень хороший результат. Ну, буквально в двух словах, чтобы было понятно, о чем идет речь, как там возникают вот эти инфраструктурные продукты и так далее. Ну, команда R&D, она достаточно давно нашла принципиальный некий способ, который позволяет оценивать и уровень слуха у конкретного человека, ну, как мы слышим в определенном частотном диапазоне. В ней восприятие может быть разное на разных частотах. То есть, на какой-то части человек слышит нормально, где-то у него провал. Поэтому просто выводить на максимальную мощность это не имеет смысла. Можно проверять в разной шумовой среде. Ну, опять-таки, по-разному будет восприятие. Одно дело там где-то дома в комнате, другое дело, если это, например, там open office какой-то, open space, там, ну, третье это улица, трафик и так далее, и так далее. Вот. И вычленяя вот характеристики с одной стороны слуха, а с другой стороны внешнего шумового сигнала, разрабатываются алгоритмы, которые позволяют как раз вот именно, ну, как, да, немножко так жаргонно вытянуть изменение спектра аудиосигнала таким образом, чтобы человек слышал наиболее оптимальное и с точки зрения своего слуха, и с точки зрения вот окружающей шумовой среды. Вот. Это вот некая такая базовая концепция. Вот как здесь именно программные инструменты срабатывают. Смотрите. С одной стороны, мы действительно начинали, это вот такой базовый продукт, который я показал, он, собственно, остается таким продуктом флагманским. Это приложение, мобильное приложение, которое из обычного смартфона делает практически профессиональный слуховой аппарат. Ну, дальше стали возникать вопросы. Какие? Ну, например, чисто технологически доступ там к определенным ресурсам в App Store, ну, не в App Store, а в iOS, в операционке и в Android, он разный. Значит, сами алгоритмы одинаковые, прикладная реализация немножко разная. Уже разные продукты. По сути. Дальше. По мере развития на рынке стали возникать потребности в других продуктах. Ну, хорошо. Работает приложение, как аппарат слуховой, то есть, ну, человек может там говорить или, например, находясь в классе, нормально заниматься, слушать преподавателя, взаимодействовать с коллегами. Мы живем в цифровом мире. А если человек хочет музыку послушать, там, радио, FM, YouTube посмотреть. Ну, можно, конечно, включить динамики, но, да, будем честными, динамики там в ноутбуках и прочее, они имеют довольно ограниченный спектр. Ну, и зачем такие случаи включать динамики и на них направлять, значит, микрофоны там своего смартфона, ну, немножко феерический случай. Значит, возникла необходимость, в чем запускать новые продукты. То есть, но эти продукты, они при всей своей там технической какой-то специфике, они все равно базируются на тех же алгоритмах. Когда я здесь в заголовок выношу интегрирующую роль базовых продуктов, базовые продукты, это как раз алгоритмы обработки сигналов, то есть, вот этой аудиообработки. Того, что слышит сам человек, того, каков уровень окружающих шумов, чтобы подстроить, зачем их разрабатывать для каждого продукта, они одинаковые. Значит, вот и получается, что это уже целое семейство продуктов, которые между собой нужно координировать. Часть продуктов внутренние, они не имеют выхода на внешний рынок, то есть, фактически, они являются внутренними поставщиками, а внешние коммерческие продукты, они являются такими своего рода заказчиками определенных технологий. Дальше возникают, естественно, какие-то проекты, здесь я тоже хотел бы обратить внимание, вот эти инструменты, программы, координации, они в данном случае применяются не только к продуктам, у нас используется комбинация продуктового и проектного, например, проекты, маркетинговые проекты по каким-то определенным отраслям, в частности, вот реализовывали, можно сказать, почти по всему миру проекты для учебных заведений. И таким образом, вот эти инструменты координации, они позволяют приоритизировать между разными продуктами, позволяют принимать решения о запуске каких-то специализированных проектов, где эти продукты используются. Вот такого рода инструментарий он как раз очень хорошо отрабатывает. И при этом, заметьте, нет противоречий, уходят вот эти противоречия, которые на самом деле оказались вполне надуманными между проекты, продукты. Нет таких противоречий. Когда-то нужны проекты. Действительно, например, в свое время мы специалисты такое запускали. Что-то конкретный проект запустить, чтобы дальше оно работало. А когда-то это чисто продуктовый подход. Да, вот эти приложения для смартфонов, для видео, аудио цифрового. Они, естественно, развиваются постоянно. Появляются функции, потому что нужно адаптироваться к тому, что, естественно, выходят новые там и операционные версии операционных систем, выходят новые технические устройства, новые линейки там тех же смартфонов и так далее. То есть, они как продукты развиваются параллельно в рамках этой условно программы. Еще раз говорю, мы это реально так не называем. Запускаются какие-то проекты. Иногда маркетинговые и так далее. Алина, что-то хотите поделиться опытом, если просите слово? Если, да, я могу дать слово. Ну, презентерам, наверное, нет смысла. А слово могу дать. Вот. Ну, вот, собственно, и результаты тоже, да, есть, как говорится, чем похвалиться. Действительно, охват весь мир. Ну, собственно, как, наверное, большинство приложений. В данном случае это немножко проще. Ну, и, например, проекты специализированные с учебными заведениями, я говорю, что мы там со специалистом это обкатывали, мы, у нас есть и в Испании, и в Марокко, и даже на Карибских островах там учебные заведения используются. В каждом случае это были свои проекты, на которые тоже выделялись ресурсы. Их, естественно, приходилось балансировать с развитием продукта. Ну, вот такая иллюстрация. Ну, и, собственно, она же определяет, наверное, и карьерный путь менеджера программ. Действительно, потому что вот то, что сейчас популярно, и многие говорят, вы менеджер проекта, давайте развивать свою карьеру как владелец продукта. Может такое быть? Может быть. Вполне. Но может быть и параллельно. Позиция менеджера проекта, позиция владельца продукта, и обе эти позиции развиваются в руководителя программы, как интегрирующего такого элемента, интегрирующего компонента. Ну, собственно, о чем мы говорим и на курсах. Понятно, что в рамках нашего с вами такого экспресс-семинара я взял достаточно узкую тему. На мой взгляд, она действительно актуальна. Ну, возможно, это немножко, как сказать, моего восприятия фокус, поскольку я в этом работаю, с этим сталкиваюсь. Но, тем не менее. Вот. На каких курсах мы об этом говорим? Естественно, курсы по управлению программами проектов, да, который на основе стандарта. Ну, и на курсе по управлению IT-продуктом мы затрагиваем вопросы масштабирования, вот как раз выйти. Поэтому, если эта тематика вам близка, вот такой карьерный рост, то посмотрите, вот я уже говорил, что управление программами как раз, да, буквально через 10 дней будет. Ну, и продуктовое управление, ну, да, сейчас вот уже прошло и, соответственно, где-то через месяц будет. Коллеги, пожалуйста, я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы, соображения. Спасибо, что так у нас, смотрю, достаточно большой круг участников. Где-то подключались, отключались, но в целом, я смотрю, где-то там до 40 человек у нас участвовали для вечера пятницы, и для такой довольно специализированной тематики. Хорошо, много. Вот, спасибо. Наши контакты, естественно, мы всегда на связи. Вот, так что будем рады видеть. Спасибо вам. Спасибо.